Альтернативная котельная Проект приказа предельницы Нальт котельной опубликован на сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области и правительства региона. В течение 15 дней документ вынесен на суд общественности. Каждый может нести свои коррективы. А дальше муниципалитет заключит с каждой теплоснабжающей организацией Ульяновское соглашение, в котором расписан график по этапному переходам на новую систему. В этом соглашении будет жестко поставлено условие о том, что совокупный платеж гражданина не вырастет больше, чем индекс платы граждан, утверждаемый правительством Российской Федерации на территории Ульяновской области. По прогнозам Минэкономразвизии это не больше 4%, поэтому повышение тарифа будет незначительным. Тем самым переход к ценовой зоне теплоснабжения не ударит по кошельку граждан. Кроме того, Альтернативная поможет решить ситуацию, связанную с изношенностью Ульяновской теплосетей. Сегодня проблема дошла до критической отметки. В рамках вхождения в ценовую зону запланированы инвестиции более 7,5 миллиардов рублей. Это инвестиции, которые будут направлены на тепловые сети, на источники теплоснабжения, на оборудование, в том числе муниципальных предприятий, центральные тепловые пункты. Это гарантирует ульяновцам надежность и увеличит качество системы теплоснабжения. Например, специалисты прогнозируют снижение сроков гидравлических испытаний в весенний период к абсолютному минимуму. Альтернативная котельная определяет единую теплоснабжающую организацию, ответственную за все теплоснабжение города. Она работает по принципу единого окна и отвечает перед потребителями и органами власти за работу всей системы. Городская администрация опровергает все слухи о якобы переходе городских теплоснабжающих организаций в руки одной компании. На сегодняшний день в городе Ульянске, администрации города Ульянска не рассматривается данный вопрос о какой-либо перспективе передачи муниципальных предприятий. Об этом вообще речи нет. И все это слухи, это спекуляция, это специально, я не знаю, кому-то это выгодно. То есть те люди, которые не разобрались в данной ситуации. Новая модель рынка тепла заработает в регионе с 1 января 2020 года. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ.